Доброго утречка! Я уже третий раз опять снимаю, потому что у меня то звонок, то у меня цветок не так как-то, то еще что-то. А хочется вот на фоне этого цветочка рассказать о сегодняшних планах. Была с утра у подруги, взяла картонные коробки, надо купить скотч, чтобы их склеить, и туда много чего хочется сложить. В общем, я наложу порядки в доме, это первое, чем я занимаюсь. Покажу потом, что складываю, почему складываю и куда. И что-то я тут подумала, живем один раз, и то платье, которое мне вчера очень понравилось, на которое я не купила, потому что оно было дорогое. А у меня же все-таки скоро день рождения, ну не очень скоро, но через пару месяцев. И почему бы не сделать себе такой подарок, если уж найдется мой размер, потому что то было маловато. Но на такое вот я прямо в нем себя почувствовала Джейн Остин. Осталось только такие сапожки на шнуровочке и все. В общем, по вашим, так сказать, рекомендациям, потому что многие сказали, что оно понравилось, оно красиво смотрится, интересно. Хоть оно и пестрое, но такого благородного темно-синего цвета. И пошив у него очень интересный. Я иду опять в тот же самый магазин. Ну, что-то еще попримеряю, чтобы было повеселее. Там много цветного разного. И я не скажу, что я в восторге от цветных вещей, но иногда что-то цепляет. Вот бывает, ты одел вещи, и ты какой-то другой в ней совершенно. Ты как будто бы вообще другой человек. Наверное, мне хочется побыть каким-то другим человеком. Что ж, давайте вместе отдохнем, развлечемся, немножко забудем о всяких проблемах, делах. Потому что они вокруг, они везде, они нас постоянно преследуют. А мы будем быстрее. Мы их обгоним и забудем о них хотя бы на некоторое время. Ну, кто со мной, тот поехали. Если кому-то захочется тоже найти что-то подобное, то вам сюда вымонтуем в торговый центр, который, наверное, так и называется «Даммы». Сразу остановка за мостом. Магазинчик, который вам нужен, называется «Алекс». Это вот этот. Ну что, как видите, я набрала много всяких разных интересных, ярких. И среди них есть то, которое я хотела вам показать. Но, возможно, оно все равно будет в маленьком размере. Ну, сейчас примерим и узнаем. Платья все довольно длинные. Отойти мне здесь особенно некуда. Это вот такое шелковистая, по-то, может быть, синтетика. Спереди зашиты как бы вот такие вот строчки. Рукав. Ну, могут быть чуть-чуть подлиннее. Кармашки сбоку. И оно такое веселенькое. Пояс не предусмотрен. Я его всегда могу сама приделать. Жалко не взялась сегодня с собой посмотреть, как это будет. Ну, такое довольно приятное. Длина где-то миди. Наверное, миди все-таки. Горошек – это всегда весело. Они все стоят в районе 70 евро. Это чем-то похоже на то, что я покупала вчера. Но только здесь отрезная талия и присобрана. А я прямое брала. Поэтому цвет такой же. Голубой. Такой темной голубой. Очень приятный. Поэтому оно мне тоже нравится. Вчера его я не заметила или его не было. Чуть-чуть короче. Закрывает колено. Вот такой летний вариант. Здесь цвет правильно передается. Хотела вам это показать. Оно безумно яркое. Невероятно яркое. Длинное. Талия правильно отрезана. На месте есть пояс. Длинный рукав. Такое шелковистое. Поэтому можно здесь синтетика. Любые здесь много. Ну, просто. Такой, видите. Очень яркий цвет. Невероятно яркие. Чувствую, что я бледная в нем. Но красивый для тех, кто любит яркие цвета. Мне кажется, это... Хотя у нас в Латвии очень мало кто носит такие вот вызывающие яркие платья. Ну, иногда начинаешь думать, а не пора ли уже быть не как все. И еще один горошек, который мне понравился. Она тоненькая, прозрачная. Поэтому под него идет снизу такая, как комбинация, которую отдельно одеваешь в этом платье. Здесь заниженная талия. Снизу вот такие сборочки, складочки. Длина такая же, немножко за колено. Ну, до середины где-то примерно. На ноге, так, икры, рукава удачные. Такие. В общем, ну, такое летнее, приятное. Кому нравится горошек. Это мелкий горошек. А вот там еще было сверло-голубое горошек. Вообще, горошка много. Наверное, горошек популярный стал. Цвет синий мне тоже всегда нравится. Ну, ведь я же ищу сегодня особенное платье. И до него мы еще мне дошли. Ну, и вот так такое. Просто, чтобы вы знали. Такое, чем-то похожее на купленное мной вчера. Ну, то есть оно тоже прямое. Но у него оно длиннее. Странное такое, видите. Какой-то, как-то странно сделанный низ. Что мне не нравится. Создает какой-то ненужный, непонятный объем. А так цвет очень хороший. Цвет такой насыщенный. Васильковый, да, по-моему, он называется. Ой, я смотрю на свою голову и понимаю, что мне надо просто на лысо постричься и попытаться отрастить заново волосы. Потому что тут какие-то жалкие остатки. Ладно. Туда не смотрим, смотрим сюда. Цвет прекрасный. Длина рукава подбирается. Значит, буковка можно чуть-чуть длиннее сделать. Ну, вот низ мне не нравится. Низ странный. Ну, кому-то такое может понравиться. Без подкладки. Рукав такой. Он мог бы быть чуть-чуть длиннее. Но оно очень приятное. Оно шелковистое. Такое свободное. А-ля Боха. Опять тут отрезная линия, там отрезная. И везде дальше потом складочки. Мне очень цвет понравился. Оно легкое. Почти невесомое. То, которое я хотела показать, я, конечно, оставила напоследно. Вот оно, вот оно последнее висит. Но это тоже мне нравится. Если выбирать на лето, единственное, что смущает, я сейчас посмотрю состав. Потому что на ощупь оно такое, ну, не хлопковое, скажем так. И, может быть, какой-то можно взять другой, попробовать размер. Я тоже не посмотрела, какое схватило. Ну, так, на глаз какой-то. Хотя, вот эти платья, они как раз могут быть довольно свободные. Так, и пояс я забыла взять. Опять поясомания. Так, смотрим на цены 55. Размеры вот здесь такие. 52-58. Русский 58. Европейский 52. Наверное, естественно, многовато. А состав... Так. Вы что-то видите? Я ничего не вижу без очков. Но, надеюсь, вы видите. Я вам показываю бирку. Ну, и вот мое платье, в которое я влюбилась. Начинаю думать, почему. Рукавчик такой немножко, фонарик. Здесь вокруг шею очень люблю, когда рюшечки. Талия. Потом идет довольно гладко. Но на мне сегодня брюки. Так что, когда это все снимется, это будет красивее. И дальше снизу идет присобрано. Отрезное присобрано. Длина немножко за коленом. Ой, что вам сказать. Конечно, я, по-моему, на этот раз выбрала нужный размер. Но худеть мне нельзя ни на грамм. То есть, и толстеть. Потому что оно вписалось хорошо. Сейчас попробую сбоку показать, как оно выглядит. Вот такой. Ну, очень мне понравилось. Оно очень женственное. Безумно женственное. Хотя вот это мне тоже понравилось. Кстати. Но здесь ркаф лучше. Он длинный. Пытаюсь найти недостатки. Так. Пуговка расстегнулась. Извиняюсь. Я опять в соседнем магазинчике Майта. Где буду примерять то, что уже примеряла. И кое-что новенькое здесь появилось. Потому что я до сих пор не могу определиться вот с этим платьем. Но в таком же стиле. Примерно как в соседнем магазине. Но все-таки в два раза дешевле. Это имеет значение. Вот рукав мне здесь не очень устраивает. И вот рукав мне здесь не очень устраивает. Цвет у меня уже теперь... Мне уже все равно какой цвет. Лишь бы здесь вот эти складки были правильно распределены. Они как-то очень вот неряшливо сделаны. С одной стороны их много, с другой стороны их мало. И причем какое ни возьми платье, оно везде так почему-то. Ладно, хотела посадить эту курточку. Обнаружила. Их две. Одна была... Выглядела намного меньше. Это намного больше. Ну, возьмем ту, которая намного больше. Посмотрим. Ну, нет, это намного больше. Как-то чувствую себя утонувшей. Все, откладываем. Но имейте в виду, что они здесь такие вместе. Примерно по типу этого же платья. Только здесь в двух местах отрезано. А, здесь тоже в двух местах. Ну, в общем, принцип тот же самый. Такое чуть-чуть а-ля в ухо. Свободное. Тут крой, там крой. Так, я сейчас смотрю на линию кроя. Она кривая. В общем, короче, кто так шьет, не знаю. Но когда пестрое, то не сильно, то и видно. Стоит тоже где-то 28,99. То есть, не сказать, что дешевое. Но оно более плотное. Это такое какое-то полупрозрачное. И рукавчик здесь подлиннее. И есть в двух цветах. Вот второй цвет. А здесь рукав кажется покороче. Ну, сейчас примерим и его. Ничего такого на лето, кстати. Приятно. Вот оно такое зеленоватое. Везде написано, что это один размер. Но вот рука здесь кажется чуть-чуть короче. Вырез горла кажется чуть-чуть шире. Линия талии такая же кривая. Но сам цвет приятный. Качество материала приятное. И на лето оно такое свободное. Показываю вам, если кому-то нравятся такие платья. Вот здесь их можно купить примерно за 30 евро. Это платье почти как из морлевки. Такое очень тонкое, легкое, полупрозрачное. Висит почему-то в оценке. Мне понравился цвет. Я видела там другие цвета. Размер, возможно, тоже какой-то не единый. Сзади на плечах кружева. Почему сзади, не спереди? Я же его не надела задом наперед, надеясь. Вроде бы нет. Вот такое вот. На лето самое то. Я все выяснила про эти платья. На них сейчас действительно 30% скидка. Но до 1 мая. И есть вот такие цвета. И белый, и зеленый. Очень красивый. Так что я сейчас, наверное, примерю все, чтобы было понятно, что они все представляют. Но сначала тогда покажу. Я еще отобрала плащик, а что-то еще. Чтобы хоть какой-то был перерыв в примерке. В принципе, нравится. Очень легкая, очень летняя. Рукав, ладно, переживем. Не знаю, есть ли на это скидка. Там было вроде сказано, что на все платья скидка 30%. А так, если без скидки, оно 3-4 евро стоит. Ну, такое. Прикольное. Свободная снизу резинка. Тут что-то такое. Оно было вместе с плащиком. Потому что с плащиком оно хорошо смотрится. Сейчас я тоже одену плащик. Сидит видно как. С плащиком вот так вот. По-моему, плащи тоже одного размера. Снизу тоже резинка. Цвета были какие-то еще. Сейчас не вспомню какие. Ну, это, наверное, самый такой удачный вариант. Голубой красивый цвет. Ну, в застегнутом виде как-то немножко смотрится хуже. В расстегнутом нормально. Так, ладно. Примеряем дальше эти платья. Цвет сам по себе красивый. Но, мне кажется, совсем не мой. И вообще, такой цвет. Мне кажется, редко кому подходит. Затем блондинкам может быть и подходит. Для меня непривычный. У меня ничего такого нет. Это что-то сиреневое такое. Ну, не светло-сиреневое. Только более темно-сиреневое. С розовинкой и маками. Кстати, а тут какие цветы? А тут вроде какие-то другие. Так. Ну, ладно. Сейчас оденем что-то более знакомое по цвету. Очень приятный. Зеленый цвет. Он даже не зеленый. Такой, как будто бы сильно разбавленный молоком. Такой вот природный-природный. Прямо в этом ехать на природу. Приятный, хороший. Мне нравятся три цвета. Мне нравится вот этот яркий. Я думаю, что белый будет красиво. Но белый всегда красив. Это тоже хорошо смотрится. Очень легкая. Очень легкая. Вообще невесомая. На жаркое лето. Белая. Белая в цветочках. Ну, ощущение, что точно какая-то морлевкая. Очень тонкая. Ну, и как? И как теперь выбрать из этих всех прекрасных цветов? Мучение какое-то. Напоминает цена 16 евро. Что, в общем-то, совсем недорого. Я не знаю, мучение. Надо вспоминать, что у меня есть. У меня есть белые кроссовки, белые брюки. Соответственно, наверное, белые надо взять обязательно. Нашла еще один интересный магазинчик. И тут такие вещицы, которых я не видела в других местах. Давайте-ка мы их попримеряем. Начну вот с курточек. Цвет персиковый. Прямо очень понравился. Начнем с персиковые курточки. К сожалению, оказалась мала. Голубая, совсем немножко. То есть, кто на размерчик меня поменьше будет, может, хорошо. И коротковато. Как для меня, коротковато. Ладно, хорошо. Посмотрим следующее. Следующая хлопковая голубая должна быть немножко побольше размером. Голубая более-менее. Она легкая, такая джинсовая. Как бы, ну, поджинсовая что-то сделано, конечно, она не джинсовая, она скорее плотный хлопок. Ну, какие-то голубые такого же типа джинсики было очень даже неплохо. Мне нравится, что молния такая беленькая. В общем, такая летняя, аккуратная, очень приятная. Сейчас надо будет цены посмотреть. Цена 44,50. Ну, приятная такая. Цвет очень хороший, как всегда. И рукав можно отстегнуть. Ну, вот что-то типа платья летунейка. Рукав тоже можно подобрать. Ну, еще такое шелковистое. Внизу много складочек всяких разных. И что-то мне не очень нравятся вот эти застежки. Такие. Ну, а сам цвет приятный. Ну, у меня уже есть что-то такое. Поэтому посмотрим вот это платье. Мне кажется, более интересное. Но что-то немножко в нем не садится на меня. Может быть, надо размером больше. Вот так. Такой необычный стиль. Сверху черный. Рукав хороший. И длина чуть-чуть за колено. Покажу вам еще одно, которое мне тут быстренько продавец предложил померить. Оно, конечно, красивое по цвету. Мне очень нравится вот этот запах. Ну, конечно, у меня мало. Оно с подкладкой. Рукав такой хорошенький. Длина прекрасная. Длина чудесная. Цвет замечательный. Ну, вот. Не хватило бы на размерчик побольше. Я бы его уже всерьез рассматривала бы. В этом году мне нравятся яркие платья. Так. Хотела бы я знать, что скажет мой муж. Он, по-моему, любит все черное только. Довольно красивый летний фасончик такой. Снизу там тоже кружево. Длина хорошая. Все неплохо. Даже такой, как лен. Ну, это не мой цвет. Не тот оттенок. Ну, я примеряю, чтобы вы могли, если что, если вам понравится, прийти и купить. Так. Цена 44,50. Ну, все, вырвалась из магазина на свободу с тремя платьями. Этим всегда все и заканчивается. Вот почему я туда опасаюсь ходить. Ну, вроде бы покупки удачные. По крайней мере, мне понравились. Надеюсь, будет носиться. Ну, а теперь, как всегда, пешочком домой. Сэкономим евро 15 на проезде. И нагуляем шажки. Ну, вот я и думаю, перед тем, как начать стыковать все эти кусочки видеопримерок, покажу сегодняшние покупочки. Итак, платье, которое мне очень понравилось, которое я воспринимаю как весьма романтичное, очень женственное. И в связи с этим сразу хочу ответить некоторым моим подписчицам, которые иногда настойчиво советуют мне брать пример с нашего тоже блогера, который любит ходить по секундам и тоже устраивает примерки. Елена учится у нее красиво одеваться. Девочки, если вы ее хотите рекламировать у меня на канале, я это прекрасно понимаю и совершенно не против. Но если вы внимательно смотрите ее видео и мои, вы давно должны были уловить разницу между нашими фигурами. Они абсолютно разные. У меня не такой большой верх, но большой низ, а у нее строго все наоборот. Поэтому мы совершенно не можем. Мне она одевает то, что я... Те фасоны, которые у меня, не наоборот, потому что это выглядит ужасно. Так что вот это мой фасон, когда довольно-таки такой и приталенный, и узкий верх, низ слишком широкий, и немножко идущий на расширение низ. Это очень красиво, на мне смотрится. Это очень женственно. И это чисто мое. Надеюсь, что я буду носить. Надеюсь, что будет лето. Если оно даже не будет очень жарким, здесь длинный рукавчик. Это меня вполне устроит. Я тоже люблю длинные рукава или три четверти, потому что все-таки уже как-то надо прятать руки. Увы, где наши 16, 18 и прочие лет, но когда их уже гораздо больше, то приходится с этим считаться. Вот это платье, которое стоило дорого, стоило 70 евро, но оно красивое, оно будет долго носиться. Там в составе вискоза и ликра. Это не синтетика. Хотя вискоза я сейчас пытаюсь вспомнить, из чего ее делают. По-моему, из дерева, кажется, насколько я помню. Но в любом случае, это не химия такая стопроцентная. Это с применением химии, скажем так. Вот первая покупочка. Покажу вчерашнюю, которую не успела вам показать. Ну и еще сегодня два платьица по 16 евро, которые, кстати, настойчиво всем рекомендую. Тем, кто в Риге, обратить на них внимание. Вот вчера в том же магазине Мэтта покупала вот такой блузон. Он довольно длинный. И буду носить его, скорее всего, с леггинсами укороченными или неукороченными, или с белыми джинсами у меня есть. Ну, в зависимости там от погоды, настроения и всего прочего. Сейчас пока так показываю. Очень хороший, очень легкий. В одном размере, кажется, был. Был еще такой рыжеватый какой-то цвет. И был еще бледно-розовый, мне кажется. Вещей немного. Каждый, вот, по каждой позиции может быть две, максимум три вещи. Поэтому они быстро расходятся. Сегодня я уже голубого там не увидела цвета. Только остальные цвета. Поэтому имейте в виду, если есть возможность и есть желание, то не затягивайте. Возможно, и на эти вещи тоже скидка сейчас идет 30%. Это я не уточнила, потому что как-то было довольно так непонятно сказано. Но мне кажется, что возможно. Тогда он будет стоить еще дешевле. Я не смогла определиться с цветом и взяла в двух вариантах. Белый, потому что это, ну, практически для лета это беспроигрышный вариант. У меня есть белые кроссовки, белые джинсы. И, в общем, будет хорошо. И второй, который мне всегда очень нравится, цвет, и мне он подходит, коралловый. Я думаю, что я тоже найду, с чем его всегда носить. Это очень простенькие, очень тоненькие, такие слегка прозрачные платьица. Сзади на спине немного кружев. И они сейчас стоят 16 евро. Или 16,60. Вот точно не помню, но 16, первая цифра, это точно. А до этого они там 23 где-то стоили. То есть, ну, довольно неплохая скидка. Вот такие легкие, простые. Я уже даже не пытаюсь сюда пояс приспособить, как я это и люблю делать. Хотя у меня есть белый пояс. И было бы интересно посмотреть, как с белым поясом. Но не буду. А то моя поясомания далеко меня заведет. Вот, когда я говорю, что я не буду этого делать, значит, наверное, я делаю наоборот. Ну, вот так с белым поясом, например. Тоже, кстати, вполне можно носить. Если не хочется, чтобы он совсем там разлетался, а был как-то более такой присобранный. И замечательный коралловый цвет. Он мне очень нравится. Он такой теплый, уютный. Он будет хорошо под загорелую кожу, под светлые волосы, да, в общем, подо всем. Остался и неплохой сиренево-фиолетовый. Остался неплохой зеленоватый цвет. Так что, я говорю, если кто-то хочет что-то подобное, до 1 мая, там вот именно конкретно на вот эти платьица скидка. Длина у них как раз на уровне колена. То есть, в общем-то, можно носить и как платье. Не обязательно как тунику, не обязательно что-то снизу одевать. И рукав, ну, мог бы быть чуть-чуть подлиннее, но не так страшно, терпимо. В общем, вот это все сегодняшние покупочки. Совершенно, конечно, как всегда, не ожидала, что их будет больше. Тем не менее, довольно очень. Настроение хорошее. И дел много, но сегодня на них хватит сил. Сейчас пойду состыкую все кусочки. Все, что примеряла. И кому интересно, это Рига, это Курзмас Проспект, это большой торговый центр Даммы. И там, ну, штук семь, наверное, магазинов одежды, которые советую вам периодически обходить, потому что всегда попадается что-то интересное и новое. И цены вполне сносные, скажем так. Всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok